Скоро и кирпичи начнут разваливаться и выпадать. У нас уже такое было под балконами, поэтому мы бы хотели это сделать. Но компания не рассчитала нам предложения по текущему ремонту, хотя мы это просим уже два года где-то. К управляющей компании у жителей этого дома накопилось столько претензий, что они решили ее поменять. Но останавливает сам процесс перехода. По рассказам соседей, он отнимает много времени и нервов. Чтобы перейти, надо провести собрание. На это собрание приходят люди от управляющей компании, просто его саботируют. Начинают оскорблять, появляются листовки. Они не всегда правдивые или просто для того, чтобы навредить человеку и не дать перейти. По словам специалистов госжилинспекции, около 20 домов в месяц меняют управляющую компанию. Процедура несложная. Для этого надо провести общее собрание. Оно считается состоявшимся, если на нем присутствует больше половины собственников квартир. Если за смену управляющей компании отдано большинство голосов, тогда отношения со старой организацией закончены. По законодательству причину разрыва указывать не нужно. В обязательном порядке собственники общего собрания направляют в старую управляющую организацию уведомление о том, что они сменили управляющую организацию. В этом уведомление должно быть указано, на какую управляющую организацию сменили, поскольку в последующем старая управляющая организация должна передать новую управляющую организацию всю документацию на многоквартирный дом. Обязательно должны собственники приложить протокол общего собрания. Неправильно оформленные документы и отсутствие кворума – главное препятствие смени управляющей компании, говорят специалисты. Тогда переход может затянуться. Но бывает и так. Прежняя организация не хочет терять управление, ведь каждый дом для нее золотая жилка. На что только не идут компании, чтобы сохранить за собой здание. Шантаж, подкуп. В коммунальных войнах все средства хороши. В этом случае надо обращаться в суд и через него отстаивать свое право на порядок в доме. Такие старые управляющие организации пользуются, так сказать, собственниками, которые инициируют еще одно общее собрание за старую управляющую организацию. И появляется еще один протокол общего собрания. Тогда, да, у нас существует проблема, поскольку это пробел в законодательстве. Для того, чтобы перейти во вновь выбранную управляющую организацию, им нужно пойти в суд и обжаловать протокол общего собрания. Вот последний, если он появляется за выбор старой управляющей организации в судебном порядке. Вот это трудность, да, потому что не всегда собственники могут и хотят идти в суд. К выбору новой компании надо подходить тщательно. Необходимо обратить внимание, как долго она существует на рынке, как часто в ней меняется руководство. И самое главное, если у организации задолженность. Рейтинг управляющей компании можно посмотреть на сайте госжилинспекции. Переход в новую организацию возможен за 30 дней. Если прежняя компания продолжает выставлять квитанции, жалуйтесь. Организация ответит своим кошельком. Штрафы от 100 тысяч рублей. Анастасия Скворцова, Андрей Кузьмин, Антенна 7.